Йоу-йоу-йоу-йоу. Всем салют, всем салют, всем салют, всем привет. Это наш уже, какой по счету я сбился, четвертый-пятый подкаст. Стрим, называйте как хотите. Это же был сюрприз, подождите, это был сюрприз. Вот, стрим, подкаст, эфир, как угодно. Сегодня у нас в гостях мои друзьяшки с песен. Я жду, пока они подключатся, они пока что не подключаются. Ребята, как только подключитесь, поднимите, пожалуйста, руку. Сейчас я им в чатик напишу, чтобы они сделали все правильно. Максим Свобода тянет руку. Первый, разрешит говорить. Погнали, Мак. Я включил тебя, Максим, тебе на микрофончик нажать. Микрофончик. Нажми на микрофончик. Ну вот, Максим опять не там. Ну, Родичка хотя бы справится. Родя. Бубочка, солнышко. Привет, Сереженька. Привет, привет. Ты слышишь меня? Слушай, мне только микрофончик включить. А можешь еще и камеру включить, чтобы мы тебя видели. Давай. Мы давно тебя не видели. Как ты там сейчас? Снова толстенький или все еще худенький? Нет, такой же страшный. Родя, ты прекрасен. Еее. Хабиб в эфире. Родя в эфире. Хаба, включи микрофон, тебе нужно звук включить. Хабиб, микрофончик. Тоня, Родя, нашел. Да, да. Всем привет, Родя, привет. Серега, привет. Привет, привет. Так, вот она Крис у нас. Подключаем Крис. Драгни. Ну и что, меня не слышно до сих пор, да? Нет, ребят, слышно наконец-то твой противный, брюзжащий голос. Теперь видео включи. Хабиб. Всем салют. Да, всем привет, Хабиб. Радио «Золотой дождь». Мы ждем Джеймара, чтобы он объявил радио «Золотой дождь» и сможем начать вещать. Да. Да, сегодня у нас в программе нашего суперстрима. Ребята из песен. Будем задавать им ваши вопросы. Я буду задавать им свои вопросы. Они расскажут, что у кого, как дела. У кого-то включился мой голос, и теперь эхо идет. У кого-то. Драгни, включи микрофон. Да, включи микрофон. Привет. Привет. Эй, дорогой. Эй, дорогой. Так, сейчас у нас небольшие настройки еще. Скажите в чате, звук двоится у вас тоже или что, как? Да, двоится. Да, двоится. Да, двоится. А теперь уже троится. А теперь уже троится. Это у кого-то... А у кого-то... Можно отключать я камеру? Возможно. У кого-то от колонок, значит, летит звук. Зацените, я арарат как красивый. Слышь, музыкант, смотри, я рад. Ты подожди, ты включи камеру сначала. У меня включена камера, ты не включил. Я не включил. Ты мне не включил камеру. Нет, у тебя... Крестин, включи звуки. А, включил. Тоже телефон, например, летит и у вас тоже. И ловит звук у вас же. И поэтому у нас получается бесконечная петля голосов. Поэтому я отключила. Ага, а я сделал тебя по градусу. Итак, у нас Максим Свобода транслирует гору Арарат. Видите, гору Арарат. Ну, молодцы. А иногда на дне бухи. Серёжа выключил этот звук. Я в наушниках, от меня звук не залетает. Это у кого-то. Просто включайте микрофон, когда говорите. Лайфхак, ёбанарод. О, точно, да. Нажимайте микрофончик, когда говорите. Бля, драгни молодец. О. Это же я прижалила. У кого-то ещё. Сейчас, 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 сейчас донастроим. Блин, Хабиб, ты ещё такой красивый. Да, у меня сегодня был микрофон, просто вылез. Так, проверим. Сейчас есть эхо? Сейчас нету, потому что все выключились. Включаем Марка. Сейчас, подождите, Хабибов разрешит говорить. Да, мьютим микрофон, когда не говорим. Ну, или не это, чтобы не было миллиона эхо, потому что куча людей. Вот, Джеймар, Джакома, вас подключил. Мы ждём Настику, Нази. На самом деле, типа, ждём, но как бы и не ждём. Марко, салют. Салют. Да, здесь такая тема. Говорим по очереди, желательно выключать микрофон, потому что нас куча. Ну, выключать, когда не говорим, потому что у нас много людей, и всё время эхо происходит. Кого куча? Кого куча? Я ничего не понимаю. Мелькак говорит, когда ты говоришь. Вот самое эхо от тебя, это из Арарата, походу. У кого-то, в общем, в микрофон летит эхо. Ну, в смысле, звук, и поэтому получается эхо. Марк, привет, дорогой. Привет-привет, Макс. Привет всем, привет. Покажи Арарат, Макс. О, ничего не так. Привет. Это радио «Золотой дождь». Наконец-то. Вот это я и взял. Как ты сказал это. Привет, ребята. Супер, блин, очень рад вас видеть. Мы тут всё ещё целых 7 минут уже настраиваем коммуникацию, чтобы всех было слышно. Важно, в общем, да, всем скажу это, говорить примерно хотя бы стараться по очереди. И когда не говорите, выключать микрофончик, чтобы не летело эхо из колонок там или откуда. Вот, звук. Но это, я думаю, скорее всего, кто на стационаре. С телефонов, по идее, не должно быть. Вот, у нас ещё должна Настя подключиться, Софи. И ещё там специальные гости расскажу вам. Чё, ребята, я соскучился. Я вас не видел 100 лет. Макс там на Арарате где-то сидит. Я даже не знаю, когда я увижу его с Кристиной. С Джимаром вообще пересечься не можем всё никак. Как-то то одно, то другое. Вот с Хабибом в последнее время часто на связи, между прочим. Кто там созвонит, кто ещё что-то. Дела, делишки. Вот, вот, я не сомневался. Женечка, если ты нас слышишь, нажми кнопку «Подключиться». И долгие, придётся ещё бина наливать себе. Ребята, да. Макс, можешь взять иницифу на себя? Я объясню Жене Майер, как подключиться. На Арарате, Арарат же надо идти, Максим. Жене Майер, господи, хоть здесь тебя увидеть, вот в онлайне, хоть в маленьком квадратике. Не говори. А мне всегда стыдно, я просто привык находиться в этом состоянии. Просто стыдно. Всё правильно. Поэтому я уже не отличаю, когда мне не стыдно или что-нибудь, ну, понял. Чрезмерно. А кто и что, в каком городе находится? Джеймар, ты где вообще? В Москве. В Москве. Вроде ты где? Да. На Пангане. Не забывайте, что Хабиб мент. Да, я сейчас в Москве в Пангане буду вычислять. Всё, я на Пангане. Меня нет. Марк, ты где? Я в Москве. Сейчас уже, слава богу. А ты, Серёга, где? Я в Краснодаре. Я же Серёжа Краснодар. А Драгни, ты где, бро? А я правильно понимаю, что через час у нас начнётся игра? А у кого какой любимый цвет? У тебя розовый. 47. Я в 47. Сейчас я... Мой первый первый вопрос. А где Хабиб? Софи. Софи просится. О, вот, вижу Софу. Разрешить. Амчи, Амчи, Амчи тоже пишет, что не может это. Амчи, потыкай, пожалуйста, ручку вверх, чтобы я тебя увидел. Всем привет. Привет, Софу. Софи. Софи, это Софи. Вау, как... Так, кто тут есть? Так, ребят, не забывайте мьютить микрофончики, когда не говорите, потому что эхо дикое. Я продолжаю объяснять девочкам, как подключиться. Слышите вопрос, как видно всех вместе или видно по очереди? Я вон Амчи вижу, он руку поднял. Я подключил Амчи. Фух, я как будто в этом, знаете, где-нибудь в Роскосмосе сижу. Пяу-пяу-пяу, там подключил, тут это, это. Серёжа, давай, вон Сиосе, в корабль. Чё, когда в башню заселяемся, ребят? Когда ты купишь весь этаж? Я почти пошутил, но понял, что шутка будет не в тему. Слышишь, Хабиб, когда ты весь этаж купишь, позовёшь нас всех туда, и вообще самая тема будет. Ну, с кайфом тогда я всех позову когда-нибудь. Бесконечное шоу. Скоро всех заселят в башню уже, нахуй, надолго. Алё. О, Амчи подключился. Здорово всем. Привет, привет. Да, ребят, смотрите, ещё раз вновь прибывшим говорю, что когда не говорите, старайтесь выключать микрофончик, чтобы не было эхо. Но сейчас вроде нормально всё. Нази видно, Серёга, подключай. Что-что? Нази подключай, но не знала как, вон её видно уже. У меня ещё нет. Нази, нажимай, ручку поднять, поднять ручку. Она подняла уже. А у меня не отображается ещё. Она должна быть наверху, но наверху я пока нету. Вижу Эва Санторини и Анастасию Трущёву, но это не моя родственница. Нази, нажимай ещё, поднять руку. Поднять руку, поднять руку. Вот, вот, в неловкой паузе, думал, всё будет. Настика есть, Настику подключаем. Ну вот, ниже Настики на зима сразу же видно. У меня нету, прикинь. Нази, нажми ещё несколько разочков, пожалуйста. Е-е-е, здорова. Меня слышно, отлично. Добрый вечерочек, дорогие мои, хорошие. Радио «Жолотый дождь». Парку, парку. А, ничего не слышно, я ничего не слышу. Ты не слышишь, Настик? А у нас должно быть так, что кто говорит, вот выводится на экран. А что, на зима, что-то мы тебя не видим, официальный канал. Не, у меня, кстати, всех видно. Откуда, пожалуйста, Настя, а ты через громкую связь в машине разговариваешь с нами? Нет, нет. Нет? Нет? Я плохо, меня слышно? Нет, ну тебя плохо слышно, но ещё от кого-то эхо сильно идёт. Нет, я не через громкую. Ну, в смысле, я просто по обычной говорю телефон. Возможно, от Роди. Роди, от тебя? Не знаю, давай проверим, возможно. Замью тебя. Раз, раз. Нет, от кого-то ещё. От Никитоса, раз. Нет, от кого? Я не знаю. Ладно, бог с ним, разберёмся. Осталось. От Макса. Да от Макса-то понятно, тем временем понятно. Нет, Настя, так тебя плохо слышно. Мы как будто на телеграфе созваниваемся. Вот, Настя, разговаривай. Настя. Вот, всё, тебя слышно, тебя видно. Всё супер. Марко, возьми, пожалуйста, в свои руки всё на пару минут, а я разберусь, как подключить Нази с Женей. Бля, я, конечно, большой и сильный, но не настолько, чтобы 12 человек поднять. Чё, кого, как, кому. Расскажи, где ты, чё ты, чем занимаешься? Что изменилось в твоей жизни после чоу-песни? С кем из участников подерживаешь связь? Что у тебя было с Женей Майером? Это к тебе вопросы, братишка, вообще. Я какие знаю, приклеиваю и задаю. Куда пропала Илона? Куда ты её делал? Расскажи. А, ну расскажу, давайте. Илона пока занята своими делами. Вот, пропала. Всё, вернётся скоро обязательно. Так, всё окей. Я нашёл, короче, как смотреть всех. Я нашёл, как смотреть все просто лица, и я делаю скрин, это бомбически, конечно. На телефоне кто сидит, там прям видно всех, это классно. Оп, я заскалил. Я на стуле сижу. Красиво, да. Красиво сидишь на стуле. Я так, в принципе, не видел ещё людей, чтобы кто-то так красиво сидел на стуле. Никит, ты где там, как у тебя? Я, как обычно, где я могу, да, в кукушке. Красиво, в кукушке. Так, Кристина, ты на Арарате с Максимом Мерсом? Хабиб отдыхаешь, да? Ты дома, Хабиб? Жак, репатажный. В разъездах. Репатажный жак. Я в теплом, да. Слышишь? Стасяна. Включи микрофон, ответь. Ты далеко от меня, на другой горе. Вы что, с ним рассоединились, Кристина? Мы сидим на двух разных горах, и около меня тут воют собак или волков. Не знаю, кто это. Волки, волки. Крис, это волки, сто процентов. Воют. Вообще-то страшно. Родя, ты как там? Родя, ты как там? Да нормально, я тусую из дома здесь с мамой. Красавчик. Настя, рекламную интеграцию уже просто пилит вовсю. Хорош. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на мой канал, там вот это все. Хорош, правильно. Амчи, ты что такой грустный? Все хорошо, очень грустно. Ты приболел? Нет. Почему? Так просто я решил тебя вывести на улыбку. Настя, поприветствуем Настю. Всем привет. О, Настя, привет. Всем привет. Привет, красавчик. Я рада вас видеть. Мы тебя тоже. Блин, с этим эхом мы... Я раз два ты, наверное, поднимала руку. У нас осталось пару человек. Когда так поднимаешь, тогда работает. Все, я поняла. У нас осталось совсем немного. Я в АТМ, у меня концерт через пару часов. Вот. И меня придут скоро собирать. Вот. Вот. Я в Астане. Что говорит? Я слышу, что ты что-то говоришь. Женя. Нет, Максима нет. Жени нет. Серега. Да, Жени нету. Она не отвечает. Она написала в чате, что не может подключиться. Я написал, как подключиться. И она, видимо, снова не смогла. Ну, здесь 11 человек, а в чате 14. Получается, кого-то нету еще. А не, все есть, кроме Жени. Да, да, все есть, кроме Жени. Еще одного человека я хочу подключить. Воня был на афишен. Я не могу понять, как его найти. Сережка, ты как на радио отвечаешь. Да, я стараюсь. Так, ребята, в общем, что я вас собрал? Во-первых, я соскучился. Во-вторых, куча вопросов у людей накопилась. Вот. В-третьих, очень рад вас видеть всех вместе, хотя бы на экранчике. Это непростое для нас, для всех время. Вот. Радио «Золотой дождь» снова вещает. А где Джей Марк? А это радио «Золотой дождь». Ты с нами глубже. И чем глубже, тем лучше. Назя, так, ты где сейчас? Ты в Астане или... Да, я в Астане, в Казахстане. Вообще решила взять пока временное такое... Как сказать? Короче, решила уехать пока с Москвы. На пару месяцев взяла дочку, сутренку, привела ее на дистант. И пока мы в Казахстане, потому что здесь тепло, решила немного сменить обстановку. Интересная. Ну, и первая причина, потому что у меня все ближайшие концерты в Казахстане. А поскольку сейчас с перелетами очень все сложно, потому что нужно все в Сочи летать, или потом вообще и работа с Минюцией, и на ивы, и на ивы, и на ивы, и на ивы, и пока у тебя здесь будет. Потому что сложно было бы лететь. А какие у тебя дальше планы, когда собираешься в Москву, и в ближайшее время не собираешься, пока там будешь? Мне у одного, у меня вот там. Да, меня тоже очень сильно рубит голову. Какой-то робот, какой-то робот. Ага, да, да. У меня нормально все. А я так все слышу, как... Нет, 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 нет. Да? Бумит, 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 бумит. Да, кто не говорит, давайте отключать микрофон получили. Нази, возвращайся. Ну вот, я тебя так же плохо слышу, как будто робот выговаривает. Ну ладно, ты рассказывай, а я разберусь со своим звуком. Уф, хорошо, ладно, постараюсь, постараюсь. В общем, в целом все хорошо. Мы сейчас пили контент здесь, две песни, снимаем книги. Назичка, Назичка, солнце, тебя вообще непонятно. Просто что-то говорите, как будто бы наложник. Нож там что-то там говорится. Я уверен, меня... Я всех отключу. Я всех отключу. Сережа, это Режа твоего? Нет, нет, нет. ЛС мне красиво. Серега, отключи себя. Во-о-о-о. Отлично. Какой кайф, наконец-то. Я могу включиться. Серега, спасибо. Выяснили. Выяснили. Рассказывай сейчас, что там тебе Серега скажет. Так, короче, все нормально, я в Астане. В общем, у меня концерты, работа, контент пилю, песни пишу, сниппеты снимаю потихонечку. Ну, в общем, какие-то проекты рекламные. Пока я в КЗ, наверное, на два, думаю, месяца. Скоро вернемся. Вот. Ну, просто я объясняла, я не знаю, слышно было меня или нет, но поскольку сейчас же перелеты с КЗ отменились все, и только через Сочи можно было летать. А у меня тут стали концерты, и летать через другие страны было очень сложно. Ну, чисто даже просто из-за здоровья. Поэтому решили снять установку и переехали в Алматы на два-три месяца. Как поняли. Ну, прикольно. Слушай, в любом случае дома приятнее, и греет, и солнце, и как бы в любом случае сейчас такое время, когда кайфовать можно. А, ну, и семья рядом. У меня дочка пока осталась перед этим, там, на пару недель. Так кайфов сейчас. Я прям очень рада этому решению. Как у вас... Ну, хорошо, что не зима, а именно лето сейчас начинается уже, поэтому... Приезжайте в Казахстан, я всем говорю, приезжайте в Казахстан. Помните, как мы ездили в Алмату? Так, я вернулся, меня слышно, нет? Наконец-то, нормально слышно. Ура, окей, я понял. Я поменял компьютер, ноутбук, наушники, микрофон. Все поменял. Я помню, как... Ребята, а почему все выключают микрофон? Может быть, все, наоборот, будем включены? Это странно по разговариванию. Нет? Потому что эхо откуда-то летит. Ну, давайте попробуем. Как бы сказать, от тебя я летела, на самом деле, изначально. Давайте попробуем. Я не могу... Опа! Понесло, что откроло, нет? Сейчас я одновременно сейчас говорю. На самом деле, можно по одному попробовать, у кого идет эхо. Вот подключили, у кого идет эхо. А что же надо делать? Вот сейчас есть эхо? Темный подход. Нет, у тебя есть подход. Вот сейчас нету. Давай, Кристина, включай. Я всегда с выключенным микрофоном. Как, Маша, от меня... Отлично, у Кристины нет. Подключай. Нет, у Кристины есть, только что было. Давай, ну-ка, поговори. Алло. Отлично, нет, эхо. Настя, давай ты. Да, меня хорошо слышно. Я просто включаю, потому что... Нет, это не от нее. Джеймар? Это не от меня уже. Ну, я здесь тоже. Назима звукорежиссер, поценили? Джеймар, верни Джеймар и драгни. Вон они руками машут. Джеймар, да, давайте... А, вот, Макс, подключи свой микрофон. Ребят, нам вообще-то на самом деле пора уже. Как это очень долго. Отлично. Все. Все. У всех нормально все работает. Мы только собрались, мы даже еще связь не наладили. Куда вам пора? Вы там в темноте засели? Нет, просто пока мы настраивали микрофоны с вами, у нас уже тут просто полная ночь наступила. А мы сидим на горе, чтобы вы понимали. Мы так хотим красивый вид для вас устроить. Мы не представляем, как мы будем связать с горы. Мы можем быть в прямом эфире и попытаться, как бы, слететь с кубарем с горы. Зато будет интересно и весело. Но будет опасно. Но будет невидно. Травмирую ее немножко себе. Давай вопросы, Серега, тогда им, ребята, да и если что, вдруг отпустишь на всякие... Чтобы волки их не сожрали там. Хорошо. Сейчас открою вопросы. Вы вообще... Да, первый вопрос. Вы вообще надолго туда собрались? Следующий вопрос. А Хабиб еще здесь, кстати? Так Макс уже армянин же гражданства взял. Бар оф дзес. Бар оф дзес, Джан, Кристина, Максим, Джан. Марк, у тебя? А у всех. Что случилось? Я пытаюсь Драгни вернуть на место. Ле, я здесь, братичка. Это что это в натуре? А, вот, а что ты мне пишешь? А что ты мне пишешь? Все, 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 под концом. Я быстро рассказываю, и мы пойдем нахер с горы с этой такси свое. Когда вы вернетесь к интернету стабильному? Мы много-много делаем Кристинин альбом, и успешно это все получается. Очень талантливый, очень музыкальный этот альбом. Я думаю, один из лучших альбомов на земле, это где-то примерно так. Да, вот, мы его записываем из Армении, его релизим. Вот такой у нас план на жизнь. Армянский лейбл какой-то? Да-да-да, по-моему называется первомузыкальное издательство. Вообще-то правильно говорить, первое музыкальное издательство. В общем, вот, мы провели, поэтому подписывайтесь и туда, все. Вот, я там что-нибудь выкладываю классное. К вам можно приехать? Вот просто вопрос. Очень хочется Чурчхелу пожрать. Чурчхелу-то можешь в Гелезуке пожрать. Не, брат, я хочу поменю к ним в гости. Я спрашиваю, можно ли к ним? К нам в гости можно. Поэтому приезжай, пожалуйста, дорогой, тебя приютим. У нас четырехкомнатная квартира. Так и я приеду? Так, Серега, не влази в разговор взрослый. Так я здесь самый взрослый. Здесь вопрос, когда Кис и Макс поженятся? Без комментариев. Следующий вопрос. Я. Так хули с вами разговаривать? Вы все вопросы скипаете. Вы все вопросы скипаете. Я запрячу. Это кто? Назис, да? Марко, давай спродюсируешь. Изи кавка, с кайфом. Вот, первый вопрос, видите, решили. Вопрос со свадьбой Макс и Крис не решили, а этот решили. Короче, мы сейчас скажем, что мы пошли в свободу. Мы попробуем, и, может быть, подключимся к вам. Ну, мы просто видео отключим, чтобы... Из светлого, да, из... Из светлого места подключайтесь. Макс, все, мы уходим. Сейчас вернемся. Давайте, возвращайтесь. Так, мы уже выяснили, кто где. Хаба, ты в Москве, да? Да, я в Москве. Слышишь ты меня? Да. Да, я в Москве. Так же пишу песни, выпускаю, кайфую, короче. Хаба, ты такой грустный. Да я не грустный, просто как-то слишком все сумбурно, так резко, и много людей. Еще это эхо. Ну, сейчас вроде эхо нет, да? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Слышался людей, ну, блядь. Хаба, ты че? На которых я давно не видел. Хабиб вообще не изменился, когда это время прошло. Хабиб как будто бы только подключился с песеном. Так я тут что, вот? Да, да, да. О, как это интересно. Давайте Хабиб споем. Я пока разберусь с вопросами. Это та самая гитара с наклейками со всеми ребятами. Марку, извини, пока нету. У меня на чайнике так. Вот, тэн, тэн. Все, все как надо. Крутая гитара Хаба, очень крутая. До сих пор, до сих пор живая, до сих пор играет. Вообще, никаких мереканий. Поэтому подарок самый лучший. Хоть что-то осталось. Хоть что-то. А у меня чайник такой дома. Вообще, там наклеены. Каждый раз. Чайник тоже работает. Один, без нареканий. А у меня труба, помните? Труба. Фадеев. Типа, да. Ты ее загнал на Авито, я знаю. Да, видел, да? Не купили. Вот, сказали. Требенье тяжелое, да? Я так понял, каждый что-то увел оттуда, да? У меня есть вот какая штука. Помнит кто-то? Покажу. Еще раз покажу. Четких компьютеров. Первая штука. Ребята, секунду, секунду. А можно, чтобы все сейчас на секунду замолчали? Мне кажется, как будто кто-то болтает, какая-то девушка. Кто-то еще разговаривает, да. Кто это? У кого кто-то разговаривает? Как будто кто-то в гостях сидит и кто-то болтает. У меня мюз вообще. У меня вообще девушка. По-любому он. Как будто за параллельный телефон, знаете, там кто-то что-то свое обсуждает. Кристину, например. Рядом с Максом. Нет, это не Кристин был. Это Крис Макс отбыли, смотрел, зашкерился, выключил микрофон. Сто пудов, Макс. А сейчас он пиздит с выключенным микрофоном. Либо просто Серега тут какую-то игру играет свою двойную, и, наверное, где-то Фадеев подключился, и он просто это самое... Здесь около Лапы с вами. Включите Крис, она жалуется. Это была не Крис, это была не Крис, это какая-то девочка. Я прям ее тоже давно слышу, но это не наше. Да, как будто откуда-то прилетает. А эта девочка у нас в комнате? Да. Кристина подключена, я не знаю, почему она ничего не говорит. Нет, я была выключена, я не буду нажать... Короче, есть такое подозрение, вообще что-то страничка говорила, у меня был включен микрофон. А-а-а, вот. А, Дэн. Ну, простите. Страничка, привет. Смотрите, какая у меня футболка. Какая прикольная футболка. Стиль, стиль. Закрыть вас? Да. Сережа, респект, респект, футболка неправда хороша. Качество хорошее, и стоит недорого. Да, да. А где купить, где купить, я не расслышал, где, где? В России, Марк. А адрес, адрес, есть какой-то сайт, что, где? За рубли. Серега, так будет Женя или нет? Она куда-то пропала, и не выходит на связь. Я сейчас буду засчитывать вам вопросы. Буду засчитывать вопросы, которые тут есть. Я тоже ждал. Буду засчитывать вам вопросы, которые тут есть. Почему так часто пропадаете? Вот кто, кроме Хабиба, не пропадает часто? Хабиб везде. Я в магазин захожу, там Хабиб по телевизору. В такси еду, там Хабиб из радио попоет. Домой прихожу, в телеграм захожу, Хабиб пишет. Что происходит? У кого, когда, какие релизы? Расскажите о своих планах ближайших. Сережа, сколько можно рассказывать? Альбом Кристины. Ну ты понятна. С вами-то понятно. Я про других. Вот Драгни, например, Серега. Что у тебя в планах? Ну, у нас стояли в очереди релизы, но мы все отменили. Сейчас я просто засел на студию, пишу музыку и не знаю, на когда. И сейчас, ну, трудно говорить о том, что когда выйдет. Пока что ничего не выпускаем и пишем. Собираем кучу материалов. Так, пока. У меня примерно такая же ситуация. Хабиб, а что, как? Короче, у меня должна была выйти совместная песня с группой Иванушки Интернешнл. Вот. Такая история. Даже должен был там клип, который мы должны были снимать. Звучит неплохо. Да, да. Ну, из-за вот этой всей ситуации, получается, все перенеслось, пока не на определенный срок. Но я сейчас хочу сольный трек, получается, выпустить, потому что у меня последняя песня была 7 января. А это уже, ну, достаточно долгий период. И вот сейчас готовлю песню. Кстати, песню сделал у Алекса Давида, который крутой чувак. И посмотрим, как будет качественно именно она немножко по-другому звучать. Так-то я делал с другими пацанами. И по продакшену посмотрим, как она будет звучать немножко с другой стороны, но тоже примерно стилек. Вот. Поэтому для меня это интересный релиз. Вот. Поэтому как-то вот так вот. Круто, круто, круто. Родничка, ты что-то вообще... Где твоя музыка? Ты что-то делаешь вообще? Я вот прям сейчас писал, сидел. У меня через, наверное, месяц. Но я сам себя релизу через всякие музыкальные редакторы. Через компакт-диски и флешки. Да, да, да. Не, есть же всякие вот эти агрегаторы музыкальные. Я, допустим, через саунд-релиз там. Честного не буду врать за 500 рублей. Ну, как есть. Как есть, уже нет. Ну, как есть, уже нет. Ну, да. То есть у меня абсолютно все скромно. То есть я прям относительно обычный такой музыкант, который нашел огромную радость в написании музыки в стол, что ли. И кайфую просто при этом. То есть я раньше не писал, а сейчас уже год все сам делаю. Ну, усложняюсь, усложняюсь как саунд-продюсер. И я реально стал самодостаточным в этом плане. Поэтому вот, это моя новость. Круто, круто. Софи, ты чем занимаешься сейчас? Какие планы по релизам по музыке? Показываю свои пальцы. Я три дня занимаюсь гитарой. У меня пальцы просто пересохли. В общем, хочу делать живага. Я до этого все такое синтовое делала. Мне очень нравится гитарная музыка. Но я поняла, чтобы ее делать классной, ты должен все равно от нее плясать. То есть импульс должен от нее идти. И я решила чуть-чуть овладеть новым инструментом для себя. В общем, экспериментирую. Прям круто. Я вас, ребят, понимаю. Тех, кто играет на гитаре. Очень круто. Очень от нее прет. Совсем другая мелодика, когда ты какие-то там берешь аккорды из-за тембров, из-за чего. Вообще другие, короче, настроения. Это прикольно. Короче, я вдохновлена. Вот. Буду писать сейчас такое вот. Все. Ну, есть всякие наработки. Я бы хотела их просто немного по-новому для себя оформить. Вот. Такие дела. Ты что-то меняешь? Созвучаем там. Да. Синты – это ненадолго, как правило. А живага – это надолго и очень круто всегда. Поэтому хочется как-то подороже все это сделать, покруче. Ну, чтобы было прям песенно и кайфово. Вот. Еще я занимаюсь сейчас у меня за дверью. Там ждут студийцы. Занимаюсь организацией всяких мероприятий. Мне это очень нравится. В это дебильное время, когда люди, в общем, общаются вот так вот в сети, я реально убираю там по 15-20 человек, по 30, чтобы они общались между собой, играли в настолки, потом пели. Короче, это прикольно. Кайф, коммуникейшн. Настичка, а что у тебя происходит в творческом плане и какие творческие планы? Ну, как я и сказала, ну, ничего. Я просто много песен сейчас написала к ребятам. И все. И просто снимаем контент, сниппеты и выкладываем это. Не знаю, у меня песня вышла. Ты также через Blackstar издаешься? Или что-то поменялось? А где? Ну, конечно, я же на Blackstar. И сдаешься через Blackstar. Ну, ты, конечно... Так, ты прерываешься, либо только у меня, либо у всех. Сережа, ну, я же на лейбле. Конечно же, все через лейбл. И пропал, да, Сережа? Ну, короче, вот так вот. И сейчас... Это... Мы вернулись в такую попсу. И записываем такие треки. Вот. Ну, кстати, я не ожидала, но среди бывших зашел в топ-чарт на 28-ое место. Прикольно. Вот, работаем в этом направлении. На самом деле, я безумно рада вас видеть. И классно было бы в Москве встретиться, как раньше, с тем собраться. Я не знаю, хотя бы в год два раза давайте видеться. Меня слышно? Настя, тебя, конечно, слышно прекрасно. Хорошее предложение. Я только за. Вот, за. Да залетайте ко мне, у меня терраса здоровая, пожарим мясо. Изи, вообще катка. Я был у Марка. Серега, да кешь? Да, согласен. Или я завис? А знаете, что... А вы не хотели бы сделать какой-нибудь мини-концерт? Всем собраться? Может быть, какой-то акустический, чтобы все вместе поджемили. Пригласить ребят. А Настя, кстати, предлагала. Настя, кстати, предлагала в том году. Мне кажется, было бы прикольно. Я, может, ничего предлагать вам не буду, понятно? Не, а это запретили. Запретили ТНТ. Не поэтому. Реально запретили. А, да? Я шутил. Да, ТНТ сказали, нельзя песни собираться. Там просто, если под другим брендом делать, то, конечно, можно. А этот бренд, естественно, если консент официальной песни ТНТ, то никто не позволит. А если просто собраться как имя через запятую, то кто тебе помешает? А что, как у тебя, Настика, что-то не слышно, не видно вообще? Есть музыка, что-то вообще? Просто я кого-то террически вижу, тебя давно не видел. Марк, в смысле не слышно ничего? У меня большая пауза. У меня все-таки тоже хорошо. А я вижу Настика. Я не понимаю вообще, кто говорит сейчас. Макс, ты был? Я говорю. Ну, кстати, так. Да, да. Настику видно. Короче, у меня была большая пауза, музыкальная большая пауза, потому что находилась в жестком поясе своей музыки, тебя, во всех 100-500 миллионов образов и всего остального. Но научилась писать сама песни с 20-го года просто. Меня это так било внутри. Я думаю, блядь, все могут писать песни, а я не могу. Полная херня. Сажусь и пишу песни. Все, с 20-го года я написала там больше 50 песен. Какие-то из них я сейчас просто продаю. Что-то себе оставила сейчас. Начала, научилась рисовать картины, чтобы вы понимали. Потом, получается, 21-й год мы продали квартиру, мы переехали в Москву. Сейчас, получается, заживу год, мы с всей семьей живем в Москве. Я сейчас делаю коммерческие релизы, подготовила несколько треков, работаю с командой Selfmade, буду выпускаться на музыку первого, будет релиз в конце мая. Короче, что еще? Немножко играю в блоге, разрабатываю на этом очень хорошо. Развиваюсь в ТикТоке. Предлагала вам двигаться в ТикТоке, но вы сказали, что это херня. Поэтому Хабибке, респект, на самом деле, им очень сильно мотивирует. Потому что, слуха, он, когда мы все с вами в 18-м году что-то там непонятное делали, он пошел и начал снимать ТикТок, и он красава. Потому что у чувака сегодня там, сколько у тебя, 15 миллионов уже? Ты просто красавчик, Хабиб. Я всегда считала, что, ну, там, все тут и это. Спасибо. Сегодня реалии такие, что ты просто где-то в космосе, а мы в жопе. Давай будем честными. Потому что... Поддерживаю! Я люблю твою жопу! Я люблю эту жопу! Подожди. Ну, вот эта вся ягода-малинка, все очень красава. Хабиб, тебе такой респект, отвечай. Я прям, я когда тебя везде вижу, я думаю, блядь, вот чувак реально просто там хуячил каждый день. Я же понимаю, что такое вот сейчас ТикТок. Это просто работа 24 на 7. Ты просто берешь и хуячишь эти видосики. И чуваки вот эти вот, там, многие музыканты, которые себе дофига чего не прорабатывали в голове, считали, что только музыка, это все херня их, это убило с годами. Поэтому... Так рано или поздно все туда идут, рано или поздно. Я помню, когда мы были, мы встречались. Я сказал, типа, ребят, почему вы ТикТок не снимаете? Я помню, кто-то был из ребят и сказал, типа, да, это, типа, стрём говно. Это как раз было в 2018 году, что ли в 2019 году, когда мы встречались или в 20-м. Ну, короче, я сказал, ТикТок снимаете. У меня тогда еще не было тоже подписчиков. И, типа, все так обострали. Да и что это ТикТок? А сейчас сами все ТикТок снимают. Да, ты понимаешь? ТикТок не ушел? Он еще остался? Нет, ну, пока им нельзя выкладывать видосы. Но я надеюсь, что скоро... Да, я не думаю, что все время это согласись, Хабиб, ТикТок же будет. Нет, ТикТок, я думаю, будет, просто... Вот Руток, Руток, Руток будет. Ребята, я вам отвечаю. Вот давайте так. Если вы хотите что-то дальше делать в плане, там, музыки, не музыки, неважно, снимайте на все социальные сети сейчас все, что возможно. Япи, Руток, лайки, блядь, ТикТоки, все подряд. Держите яйца во всех корзинах. Потому что завтра может произойти любая ситуация. И музыка, не музыка, музыка, это охуенность заебись, когда вы делаете ее заебись. Но без аудитории, без социальных сетей, без связей, в плане, я имею в виду, коннекция с аудиторией, это все в никуда. Но опять же, смотря, какие у вас задачи. Да, как бы, но я в целом, вот это я по себе тоже, знаешь, на Хабиба смотрела, и когда-то у меня в голове было, ой, да я, да ТикТок, да где это мне там, не надо, это все лишнее. Все это герня. Просто поверьте мне, когда это все в башне свое проработало, у меня просто пошла вообще другая волна. И в плане денег, и эти деньги мне дают возможность делать музыку, потому что это все время игралось. Понимаете? Ну, то есть, это очень круто. Вот, что я вам высказал. Ну, это же зависит от задачи, нет, мне кажется? Зависит от задачи, от той, какая цель, какая точка была у каждого артиста, видишь? Вопрос не в том, что, ну, понятно, что площадка крутая, и там можно по-разному работать и по-разному реализовываться везде. Но именно каждый артист по-своему видит непосредственное будущее. Кому-то хочется просто тысячи миллионов и миллиардов поклонников, а кому-то хочется делать там музло для узкой, но такой верной аудитории. Тут же всем хочется денег, но не всем хочется делать разную музыку. Ну, то есть, правильно? Ну, я буду честными. Все, кто занимаются творчеством, блядь, они все хотят слушать или аудитории. Это все пиздеж, что я делаю для себя и для соседа. Никто не сказал для себя и для соседа. Ну, то есть, все равно так или иначе, понятно, что кому-то достаточно и десяти тысяч аудитория, а кому-то новый стадион. Это само-то классно. Настя, смотри, один момент просто, не забывай, аудитория бывает разная, и это очень классно, то, что есть аудитория настолько широкая, что столько людей, миллионов людей, каждый выбирает то, что ему нравится и то, что вкусно. Как бы речь идет про совсем другие вещи. Например, Хабиб, молодец, у него, я вам сколько раз говорил, вот мы даже недавно относительно виделись, я рассказывал вот то, что у него получилось сейчас захватить аудиторию от нуля до старости, понимаешь, до девяносто девяти чуть ли там не лет. Ты можешь увидеть бабульку в девяносто лет танцующую ягодомалинку и можешь двухлетнего человека видеть, но ты не увидишь девяносто-двухлетнюю бабушку, которая будет под фирмовое там условно какого-то Амчи или под ПЛС двигаться. Но у них другая задача, тут нет круче-хуже, тут нет всем секс-токи, нет вот этого момента. Формат музыки, он отличается. Вот, жанр, формат, тут же каждый разный. И знаешь, что еще могу сказать? Кто-то там вот этот вид меня поймет по-любому, когда говорят, ой, до тебя слушают одни дети. Блядь, вот эти дети, они сначала слушают, потом мама им включает по 300 тысяч человек, в том числе ягодомалинку, потом мама уже начинает это слушать, потом ее родственники слушают. Да не дети, его все слушают, у него самая широкая база, это факт. Это просто народные песни, народные песни. Дети это не плохо, дети это хорошо. То, что формат разной музыки 100%, да, я с тобой согласна, что ну не всем там делать такую музыку. Нет, на самом деле через Тикток заходят не только такие типа песни под Тиктоков, Три Прихлопа, на самом деле очень много таких песен, которые смыслом и фирмовые есть. Вот Амчи тоже можно сказать, что вот мне там трек зашел, круто же тоже, но это прям не только два прихлопа, но там прикольный стильный тоже трек. Но опять-таки, видишь, Тикток раскачался и звук зашел в него круто, поэтому здесь нет вообще какой-то алгоритмики, то, что нужно делать там просто-просто. Даже вот на примере Амчи, там реально вкусная песня, очень крутой бит, очень крутая подача. Как будто бы не Тикток, но в Тиктоке заверусилось так, что типа каждый, я даже сам снимал под твою песню, бро. Поэтому это все реально. Да, да, случайно, но реально. Амчи? Там даже флоу было, бро, там целых четыре, понял? Всех рада была видеть, я убегаю. И Топа, и Пиклоп. Пока Нази. Да, всех было рада видеть, всех люблю, всех обнимаю. А, Натичка, спасибо, что вырвалась. Я согласна с Настикой, и я считаю, что пока есть силы и энергии. И зависла. И зависла, да. Что делать, что делать дальше? У кого что? Так, уродец просил ты, Серега. Драги. Спросил. Драги, да, что у него там? Это вкусное. Там что-нибудь здесь идут. Уже 30 минут, я хотела... Извини, что перебила. Да, хотела всем сказать спасибо, что вышли. И Серега, спасибо, что собрал. Классно, очень приятно. Спасибо, что собрались, да. Правда, жалко, что такие глюки тут втелеют. Это трейд. Топила Тони Робинс forever. Ну, правда, короче, ребята, всем пока. Было очень радостно вас видеть. Особенно тех, кого редко вижу. Вот, удачи, короче, про энергию это правда. Давайте там, бодритесь и делайте все, что надо. Удачи тебе, гитарной игры. Да, буду свои пальцы дальше разрабатывать. Всем пока. Я так же делаю. Ну, не с гитарой. Слез, Лиза, что у тебя в будущем? Так, разрабатывать, это важно, друзья. Да, да, да. Драги. Драги, Драги, что у тебя происходит? Какие релизы, что в планах? Да, я же самое первое сказал. Я такой незапоминающийся. Это я сейчас на Марка все переволю. Не-не-не, так ты же, Драги, не сказал еще до того момента, когда этот вопрос был. Ты еще в начале сказал. Сейчас уже все раскачались, начали общаться и подетальнее говорить. Да, я бы не хотел выяснять, кто прав, кто виноват, как правильно, как нет. И что белое, что что. Не, не про это речь. Не про это речь. Что у тебя в будущем? Мы про твои планы. Что в будущем, то и в настоящем. Я сейчас пишу музыку для мультика Крутиксы на Союзмультфильме, мультик новый. И я там пишу заставки и музыку на все, типа, 10 минут серии. И это пиздец кайфово, просто пиздец. Ну, типа, я увеличиваю, блядь, свои способности, какие-то навыки. Раньше я не представлял, что возможно написать там оркестровую аранжировку там с помощью вот этой там сраной меди-клавиатуры там и лоджика. Но я сначала втянулся в это и думаю, зачем я на это подписался. 10 минут просто целая аранжировка идет мультяшная. Типа, за это тебе там платят, ну, грубо говоря, ну, немного денег. Не столько, сколько ты написал музыки. И мы уже делаем 17-ю серию и, типа, вот могу поделиться только тем, что это пиздец, как интересно. Я всегда был такой чувак, который, я, гитара, я вот пою, собираю людей. Это все, что у меня есть. А сейчас я, типа, занялся этим делом. Это занимает, ну, немалую часть моей жизни. И, типа, это пиздец, как интересно. Потому что какие-то есть ограничения, в том числе приколы какие-то, которые, ну, не зайдут, например. Там есть какое-то возрастное ограничение. Да, типа, ну, это пиздец, как интересно. Могу такое рассказать, что у меня сейчас было. Кайфово. А с песнями что? А с песнями, да. Ты мне скидывал демку новую, крутую. Ты ее будешь выпускать? Да, да. Ну, я, блядь, конечно, братуха, сейчас все замутим, блядь. Не переживай, сто процентов. И этот человек делает союзмультфильм саундтрек. Да, да. Блядь, чтоб ты понимал. Э, э, чтоб ты понимал, я иногда в общий час, в ручек со союзмультфильма записываю свой-свой вариант озвучки мультика. Типа, там, блядь, бежит какая-нибудь пушистая охуета, там другому говорит, я тебе помогу. А я, типа, звук выключаю и записываю видео. Да, братуха, я тебя сейчас разъебу. Больво сделаю, охуешь по-любому. И, бля, мы такие коры с этого мочим. Так что, все к месту. Понял. Джеймар, чё? Тышишь? Да, да. Говорю, согласен я с тобой. Саундтреки, это вообще другая история. Совсем по-другому чувствуешь музло. То есть, это прям вообще... Саундтреки, это прям заебись. Когда я начал, я понял, что я ничего не умею. Вот что я понял. Когда я начал этим заниматься. Добро пожаловать в мою вселенную. Да, да. Я думал, я пиздец музыкант. Понял? Типа, там, мастер спорта, блядь, по музыкальным произведениям. Ни хрена. Первую серию дали, я две недели сидел, не мог написать. У тебя освобождается целая линия основная для музыки вместо вокала. Это очень интересная тема. Это пиздец, да? Много плюсов с этого есть. Ребята, что я была... Можно я слышу это? Я была вас рада всех слышать. Просто кайф. И буду рада с вами увидеться в Москве. Пишите, звоните, я всегда на связи. Но я побежала. Когда релизы, Настя, когда релизы? На связи. На связи. На связи. На сне мая выходит трек. Называется «Огонь загорится». И все. Ждем. Это ты с Артиком работаешь, правильно? Ну нет, я не с ним напрямую, а получается с руком голый. Понял. Все, обнял. Спасибо, что подключилась. Джеймар у нас на связи еще или отвалился? Бля, можно сказать, пожалуйста. Он отвалился, но ты руку не поднимешь. Серега, мне срочно нужно сказать. Давай. А вам не кажется, что нас всех наебали? И кроме Кристины все девчонки удалились из чата. И они сейчас где-то собрались в баре вместе и бухают, пока мы здесь, блядь, развлекаемся по интернету. Одни пацаны остались. Это наебка какая-то. Кристина, выходи, мы останемся в сосисочной парте. Кристина, у тебя одна. Амчи, что у тебя по музлу? Кристина, вы где-то начнется диалог. Да ничего, трек должен был выходить когда-то у меня. Герл. А у тебя тоже, да, ты же на Ворнер, да, и у тебя тоже переносится все, да? Ну да. Ну вопрос, кстати, тебе, вот Амчи, из первых уст. Мне вот интересно, прости, Серега, мне просто было очень интересно, что вот я от многих, от разных слышал, вот артисты, те, которые непосредственно работают вот конкретно с Ворнером. У вас сейчас пауза временная или вас всех распустили условно, или ты не можешь разглашать? Ты не можешь, то ничего не страшного? Не, не, никого не распускали, никто ничего. Все четко, но просто пока ждут, да? Ну да, ничего не понятно, да. Все переносится точно. Я, короче, не знаю, смотря, чем все это закончится, мне кажется. Ну вопрос, смотри, вот сейчас хочу вот такой как раз момент поднять, интересный, потому что есть разные у Ворнера контракты, есть как дистрибуционные, есть как 360 условные, да, на менеджменте. Я так понимаю, ты на менеджменте тоже, да, у Ворнера? Не. Только дистрибуция? Да. А, ну тогда ладно. Просто на менеджменте, мне интересно, те, кто на менеджменте, там, по-моему, СВИК был или кто-то еще. Я не знаю, мне кажется, у Ворнера нет менеджмента. Есть, есть. Мне кажется. А там условия, по-моему, лютые, да? Ну там типа нет такого, что у Ворнера контракт на 360, как я знаю. Это просто как Дистра они работали. Ну я просто точно знаю, что несколько артистов были подписаны, и Ворнера, которых прокачивали именно на 360. Правильно, Серега, ты имеешь представление, о чем я говорю? Я знаю, что вроде есть артисты, которыми они занимаются прям целиком, а полностью оплачивают и клипы, и все остальное. Да. Я просто хочу, я просто вопрос именно, понятно, что те, кто на дистрибьюции, там ничего, ну, пауза и пауза. Ну ладно, короче, это долго. Ну не суть, короче, что у вас там происходит, что ты сейчас делаешь с релизами, у тебя есть тупики, ты можешь выпустить на других лейтах. Ну нет. Я жду по-любому того момента, когда скажут что-то официально, но в плане не сказали, что мы там все, никогда ничего не выпустим, или не сказали еще, когда мы, возможно, будем сюда на выпуске песни. Я по-любому этого дождусь, потому что иначе, ну, блядь, это некрасиво, знаешь, типа такой, сейчас что-то идет не так, и я пошел, выпущусь через кто-то другого. Дождусь, а там будет видно. Ну у меня вот трек получается один на паузе, да. Я пишу демки, но что-то у меня в последнее время так слабо выходит. И на каких-то вообще из-за того, что, видимо, столько инфы всякой, знаете, поглощаешь. Так сложно сосредоточиться. Но моментами выбираюсь, что-нибудь напишу, и такое... Ну да, согласен, сосредоточиться вообще невозможно. Я уже два месяца прошу ничего не могу, это говнятина получается. Просто не работает голова. Я к тому, что я вам всем четыре года говорил, что надо выпускаться, что надо выпускаться на первом музыкальном. Макс выполняет функцию A&R первому музыкальном. Да не только первому музыкальном. Еще много кто работает нормально, все у многих, все в порядке. Ребят, такой вопрос и сейчас. Что вам заполнилось из башни больше всего? Кому какая ситуация? Бля, ну мне, если честно. Тормози, мне, если честно. Если честно, мне больше всего запомнилось, когда я проезжал на такси около башни и всегда говорил, суки ебаные. Я тебя видел. Я как раз. Давайте это, кто в башне не жил, просто вот шоу. Какие яркие моменты, кому что запомнилось? Сори, сори, быстрый босс. Подождите, стоп, пожалуйста. Сори, быстрый босс. А ты же на Атлантике, правильно? Ты тоже сейчас не выпускаешься. На Атлантике тоже на паузе. Все, обещают 22-го выпустить, но до этого обещали первого выпустить. Ага, окей, все. Ладно, все. Просто, значит. Удачи. Макс, что? Вообще. Вот просто заебись. Макс, выпустить надо, есть выпустить. Что? Вот что-то Макс рассказывал, что типа тяжело сосредоточиться. В первой неделе-две было тяжело. А сейчас я въебал столько песен, что я просто в ахуе вообще от себя не могу остановиться. Я не знаю, просто поток полетел настолько, что, ну, только выкидывай, как говорится. В дуку подсоединился. Это классно. Это классно, Макс. Ну да. Макс, что тебе запомнилось с башни? Мне запомнилось, Марк, я к тому, что я понял, что все, что я хотел написать, я написал еще года-два назад, когда Беларусь началась. А теперь ничего не могу написать. Вообще ничего. Ну нет, больше слова. Макс, пиши музыку красивую, которую ты умеешь. Похуй на обстоятельства. Фантазируй, рисуй, ты художник. Думай о музыке, братан. А у меня вопрос. Давай людям хочешь угодить. Понял? А ты думай о музыке. О себе. Можно вопрос? Смотрите, а вот у каждого же из нас была такая хуйня, вот как у нас сейчас с Максом, мы ничего не можем писать, и что делать, мир, говно. А у кого какой подход, чтобы из этого выйти, поняли? Ну типа там куда-то уехать, заняться чем-то, чем ты никогда не занимался, не знаю. Как прервать этот порочный круг, когда ничего не можешь из себя выдавить? Пиши сам. У меня есть ответ. Если сейчас кто-то не ответит, я скажу. Да, Марк. Сам продюсируй сам. У меня ответ из этого всего выхода вдохновиться. Как это сделать? Нужно сделать что-то такое, что тебя просто... Ну смотри, это Кэп, да, но ты подожди сейчас, далеко не беги. Как вдохновиться? Да, как вдохновиться? Вот кто-то еще там в каких-то таких физических обстоятельствах. Как у меня вышло, что я вышел из тупика? Да, я решил себе просто поставить задачу, я решил себе лично как артист сделать альбом, на котором будет песен 25. Там половина российского шоу-бизнеса. И когда я предложил пару артистам топовым, которых я раньше мечтал просто вообще увидеть вживую, и они согласились на фит со мной, с чего я был в шоке. И вот это меня как раз побудило к тому, чтобы творить еще. Если такие люди, которые для меня вызывают большой респект, согласились делать песню со мной, соответственно, у меня внутри рождается еще желание сделать другие песни просто для себя. Вот и все, это выход из тупика, и у меня сейчас нон-стоп в день, я не знаю, сколько песен. Просто щелкаю, просто постоянно пишу для кого-то еще, там для себя, ну постоянно, короче, в работе. Вот мой выход был. Круто. Слушай, ну я лично, я даю себе паузу обязательно, то есть если не идет, то не нужно мучать голову. Да, бро, это же пауза, может стать... Может затянуться, да, к ней можно привыкнуть, но потом в какой-то момент, когда ты понимаешь, что так, что-то я затянул слишком с этой паузой, нужно через силу идти, садиться и работать. Потому что ты, мать его, профессионал, либо нет. Гаддамит! Я сказал, люди, люди, братья, люди, просто вот ты находишься, я имею в виду, ты находишься чаще всего с определенным кругом общения. Чуть-чуть попробуй добавить кого-то еще, с кем-то потворить другое, и оно тебя вытащит из этих обстоятельств в другие. Ты нырнешь, и тебе станет легче, сто процентов. Мне кажется, вот решение. Другие люди. Хабиб, у тебя бывают человеческие кризисы? Да я вообще живу в ТикТок-доме, здесь сложно что-то написать, потому что ты живешь с другими ребятами. Ты реально живешь в ТикТок-доме? Да. Прикольно. Расскажи нам про жизнь в ТикТок-доме. А? Расскажи нам про жизнь в ТикТок-доме. Правда. Постоянно кто-то приходит, кто-то уходит, шум, гам, то есть нельзя уединиться, поэтому я сейчас приезжаю на студию, и там уже что-то придумаем, пишем, то есть нет такого, что раньше, когда я жил один, я взял гитару, что-то сижу и там всю ночь могу проиграть. Сейчас уже такого нет, потому что возьмешь гитару, там спят, тут что-то делают, ну как бы не дается сосредоточиться. Поэтому, ну, приходишь только на студию, там пишут. Там уже атмосфера такая, если ты пришел, надо по-любому что-нибудь написать, что-нибудь сделать, потому что, ну, ты сессию и заказал на студии, ты уже что-то, по-любому надо тебе что-то сделать. А плачено хравой, как говорится, купил в ресторане, блядь, даже если не хочешь. Кстати, кстати, работает, типа, ну уже ж купил, да, надо ж творить, и ты такой начинаешь хоп-хоп-хоп. Нет, ну что-то на гипстофон накидал примерно и пошел уже на студию, то есть какие-то наработочки по-любому где-то там, где-то цепляешь в голове, потом раз идешь, показываешь там, о-о-о, давай вот это, вот это, вот это, и все, как-то потихонечку, ну, она работает. Понятно. Вернемся к вопросу. Ну, плюс, когда у тебя еще приходит там роялти, и, конечно, понимаешь, что это тебя мотивирует, потому что, ну, надо что-то есть, что-то как-то двигаться, и это же тоже ты, то, что ты заработал, ты вкладываешь дальше, допустим, нужно клип снять, откуда взять деньги, нужно заработать, как заработать, нужно, чтобы трек принес там роялти нормальный. Ну, на хлеб хватает, скажи нам, пожалуйста, все в порядке? Да, все в порядке, я имею в виду, типа, это мотивация тоже, чтобы на хлеб хватало. Плюс сейчас трек, который у меня вышел, и он не супер популярный, его тоже взяли в саундтрек, я просто не успел сказать, у меня песня разрывная. На ТНТ сериал, короче, выйдет про Захара какой-то там, какой-то Захар, и сейчас берут, короче, с саундтреком, ну, короче, там, в две серии будет играть эту песню. И тоже, как бы, есть мотивация. Захар прилетен? Это все работает, короче. Ты тоже его знаешь, это... Хабиб, 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 вопрос по этой теме быстренько, просто, что просто последний вопрос. Ну, вот смотри, сейчас же, насколько я понимаю, ушло много вот этих Apple, музыка и Spotify. У тебя уже пришел за квартал отчет, сильно он сказал, сколько процентов примерно, или пока еще нет вот такой разницы? Пока, пока еще отчета не было, потому что основной у нас, получается, поток именно по роялти был YouTube, там, Ягода Малинка, там, ну, там, дофига просмотров, получается. И сейчас вот будет следующий отчет уже без YouTube, без Spotify, короче, без, там, Apple, короче, что закрывается? Я про это как раз хотел узнать, насколько сильно, ну, провис идет сейчас вот именно в таком соотношении. Вот думаю, что в скором времени уже сейчас будет отчет, и мне самому даже интересно сейчас, я же понимаю примерно в заковарку, какая сумма каждый раз, она же где-то примерно одинаковая, потому что, ну, она все как бы идет, идет хорошо. Вот, сейчас будет, мне самому интересно, сколько там будет, потому что, ну, от YouTube был очень большой процент, потому что YouTube львиную долю прослушиваний собирал. Вот, как сейчас будет, ну, узнаю в ближайшее время. Один лейбл, такой популярный, не скажу его имя, сказал, что у них просад из-за YouTube одного только на 45%, а они считают других. То есть, один YouTube ушел, 45% прибыли, у них просто урезалось. Лейбл очень крупный, ну, то есть, это прям, это большая сумма. Тем более, когда много клипов у тебя монетизируется, плюс все треки сейчас тоже заливаются уже в YouTube, они просто слушаются, как картинка с музыкой. Если там дофига, то ничего не монетизируется, а то, что там с СНГ приходят, это вообще, ну, там, не такие большие суммы. Ребятушки, хочу вас вернуть в тему вопросов, которые задавали подписчики канала. Самые яркие воспоминания с шоу, у кого что. А то мы сейчас в аналитику уйдем. Можно быстро в том, я вот спрошу, вы мне ответите, и я пойду. Смотрите, а вот кто-нибудь, у кого, кто-то же играет, да, в приставки, типа, Плой, Киксбокс, я правильно понимаю, да? Да, конечно, во все, во все, без модули. А как вы онлайн сейчас играете как-нибудь онлайн или нет? Мы играем онлайн. А, да, да, Арк, про динозавров, моя любимая, я там выживалка, короче. Армянский аккаунт надо завести, новый, и купить там подписку, но зато все игры пропадут. Ну окей, игры пропадут, подожди, а мне нужно VPN устанавливать как-то? Ну да, на роутер прям. А, окей, окей. Ты на роутер можешь и так как бы установить VPN и просто другой аккаунт, где подключить другую карту, и все. В баскет хочу поиграть онлайн. Я играю в баскет. Марк, я знаю, когда сейчас в плей-офф будет матч 2-0, Мэфис и Миннесон. Да, да. Быстро по NDA пройдемся, пацаны, простите, пока там кто-то чем занят, вот просто... Просто как вам этот плей-офф, где нет ни Клипперс, ни Лейкерс, просто не Клиплинг, это вообще что? Это шанс, шанс собрать свою гайку, последний шанс с CP3, с Крис Полу. Да, я понял, я понял, но это последний шанс. Он там, я не знаю, молится, мне кажется, каждый день на это. Но я играю в игры для интровертов, получается. Я там один, ну, такой... Грибочки ищу по лесу. Да, 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 такой тунь-тунь. Так, все, ладно. Давайте вернемся к Сереге, а то он не его канал, а он сейчас там, ребят, нашлют проклятие. Башня, впечатление. Помнишь, я со сцены упал? Вот. Да. Это самое первое крутое впечатление. Честно, я вам скажу, я софитом привык, ко всему привык. Но когда я звезданулся в темноте со сцены, да, и когда свет включился, и я увидел, что в этой яме вокруг меня газовые баллоны. Да, охуенный был момент, блядь, это топ. А я вот так, вот так вошел солдатиком, понял? Вот прям вот четко, знаешь, и короче, и потом свет включили, а я стою, прикинь, и ни на что не напоролся. Такой думал, фу, пронесло. Вот, ну это такой вот, а так куча всего прикольного, классного, и когда я и веселился, и загонялся, ну вообще супер крутой проект, и вот годы прошли, да, и уже с местными гопниками в деревне, когда я сталкивался, я понимаю, как было хорошо, как было классно. Хабиб, что тебе запомнилось больше всего? Да, на самом деле, много моментов, это шоурма, которую мне принесла Катя Варнава с города. Да, ну там разные, есть счастливые моменты, есть несчастливые моменты, когда я на диване спал, типа, да, когда все спали на кроватях на удобных, типа, тоже был такой момент угнетения. Потом, когда я Тимати всех собрал в доме и позвал меня, и прилюдно меня унижал, типа, говорил, какое плохое, это я помню. Помню приятные моменты, вот, когда гитару подарили, ну то есть разные моменты, есть хорошее, есть плохое, но, типа, плохое больше мотивирует, хорошее просто, ну, прикольно вспомнить. Хаба, хаб, прости, пожалуйста, а у тебя в ТикТок-доме своя кровать или это? Или сам дом? На самом деле, вот, что-что, вот ТикТок-дом это практически то же самое, только ты здесь не пишешь песни прям целенаправленно, а просто снимаешь контент, ТикТок, как бы, и так же живешь с ребятами, такая же творческая атмосфера, только немножко в другом направлении. Поэтому я вот, по сути, ушел в реалити и попал в другое реалити, только без камеры, то есть ты показываешь свою жизнь только в телефоне, так же себя снимаешь постоянно со всех сторон, не знаю, вот, каждый день дофига-дофига раз. Так, кайф. То же самое. Окей, Макс, что-то тебе запомнилось, кроме того, что ты все ненавидел? Вот ты сейчас, вот, Макс, подожди, вот, 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 вот прошло время, да, и вот ты оглядываешься на... на, 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 на тот период, и у тебя те же эмоции, вот этого, как же меня все заебало. Сережа. Или другие уже. А. Мне запомнилось, как нам Слава Дусмухаметов всем сказал, дорогие мои ребята, пускай для вас это время будет не самым ярким в жизни. Вот это мне запомнилось. Ярким. Да, это сильно было. Пускай оно не будет самым ярким. Вот и все, что запомнилось. Он еще добавил там, он еще добавил, если это время станет для вас самым ярким в жизни, и вам больше ничего будет вспомнить, то вы... И вот, и... Ты хорошо сказал. Ну вот сейчас оглядываешься назад. Тебе это все кажется в таки классным, милым временем, или все еще в стрессовой ситуации? Макс? Он сказал, все, а мне надоело говорить, пусть это, говори за меня. Ну говори ты, Крис. Че тебе запомнилось? Сейчас время совершенно другое. Другие реалии, другие... Может, все по-другому. Мы все вспоминаем, конечно, радуемся. А ты вспоминаешь, как я по стрижды? Да, так, неправильно, мы там писавались. Сейчас уже все... Не жалеешь о стрижке? Кстати, часто, как я с Дани записывала песни на студии, потому что я сейчас с Максом записываю. Это, конечно, очень весело. Драгни, а что у вас было прикольного на втором сезоне? Ну где такое? И ты и пыль застал, и второй. Где тебе больше понравилось? А скажи что-нибудь еще. Выключи шумоподавление. Там в настройках телеграмма есть шумоподавление. Попробуй. Ладно, тогда такой вопрос. Куда пропал Дэнни Мьюз? Кто знает, где Дэнни? Я ему звонил позавчера. Он в консерваторию поступает на композиторский. У него девушка-композитор. Он преподает. Он сам стал осваивать Эблтон. И я с ним, кстати, хорошо общаюсь по сей день. Да, у нас же античная дружба, ты же помнишь. Вот. И поэтому у него все круто. Сука! Он развивается реально как композитор. Причем такой, ну, именно инструменталист, симфонический. Короче, вот все, что я могу тебе сказать. Он вообще красавчик. Продолжает быть Бэтменом. Таким огромным, хорошим, настоящим мужиком. А он лысый или у него та же прическа, когда он пришел? Ой, не вижу. Я с ним по визуалке не созваниваюсь. Понял? Потому что я как бы стесняюсь. А, только связь. А, да. И он как бы не выходит, да. Поэтому, может, у него кудри там. Окей, вопрос. Слышно сейчас? Вопрос к Максу Свободе. Успех это везение или работа над собой? Что, что, что? Скорее везение. О, Драгни. Меня слышно, ебаный рот. Везение. Скорее везение. Да. Везение. Окей. Драгни, тебя слышно? Это нормально. Да, но у меня телефон перегревается постоянно от вас. Это первое. Второе. Я когда подключился через комп, у вас всех голос был запичен, и вы разговаривали как бурундуки. И когда говорила Кристина, я чуть не обоссался от смеха. А во-вторых, я, блядь, выключился из разговора еще в моменте, когда вы говорили, что, типа, как преодолевать творческие там, блядь. Какие-то планы, да. Я хочу хуйню. Я хотел сказать, что нихуя, организм же, это, блядь, ключ ко всему. Типа, не нужно искать головое решение. Секс, блядь, спорт, спортзал, свиненовская физическая активность, она по-любому из... Кровь разгоняет, и начинаешь нормально думать и работать. Да, это доказанный факт. Почему бегуны бегают, они естественные каннабиозы вырабатывают, они кайфуют, короче. Типа, мы зависим от своего тела, и не нужно становиться его заложником. Нужно немножко давать ему какую-то энергию, чтобы ты подразогнался. А из песен мне запомнилось, когда я думал, что я самый крутой и плохой, а потом один мальчик в куртке, блядь, черный флаг, грубо говоря, подошел ко мне и говорит, коньяк будешь? И мы пили под столом коньяк, я до сих пор это запомнил, и не могу, блядь, просто себе, ну, отказать в этом, забыть, стереть из своей памяти, никак не получается. Это был я! Потом в моей жизни появился Максим Свобода. Да нет, там у PLC, там своя спора этих, блядь, голубей была, Коршунов, они сидели за столом, мы вот так друг другу, блядь, передавали бутылки с коньяком, нахуй. Одна к другой. Серега просто ходил такой, с ним всегда, как атаман, с ним всегда стая, туча такая, людей такие, знаешь, там... Да, да, да. Это самое Эрик был, потом кто там был еще? Бабич, они, короче, все и пушат. Постоянно, я думал, что песня Черный Ворон про PLC, блядь, вьют со всего круга, блядь. А не Черный Фак. Ну и все, на остальное там уже с Максом и угорали, когда бухали, тоже, ну, это история прикольная, когда мы познакомились с Крис, я к ней подкатывал, а потом пришел Максим, блядь, Свобода. И все. Да, это и история. Не вспомнили про одного человека? Надо было с этого начинать. Гринберга я видел недавно, ребят. Про какого? Дима Гринберга. Че, как там он? Я снимаю. Где он, че он? В каком-то загородном доме. Ушел прям в спорт, качается, какой-то там у него спортивный прям режим, конкретно там питается. Работал с чуваками по музлу, что-то там у них не получилось. Сейчас вроде как сам пытается что-то делать, но пока релизов, ну, он такой же веселый, короче, вообще не парится. Я видел с ним, наверное, недельки-две назад. Ну, он сильно раскачался, такой стал здоровый спортсмен. Ну, видно, что он хочет делать музыку, но пока не знает, что, как вообще начать. Немножко в такой потерике. Ну, да. Я с ним вчера, кстати, общался. Вот знаешь, что сказал? Он сейчас работает кем? Он красит могилки, он сказал. Вот это мне очень прикололо. Он сказал, что когда у Паши Мохито выходили суперхиты, они вместе красили могилки, так подрабатывали. Вот это, кстати, я услышал, я офигел. То есть Тимофей, он просто сейчас домойками занимается, чем-то еще качает. Ты сам отшельник. Он сидит тоже. Да, он отшельничный с клуба жизни идет. Также еще с Кремлидисом, что-то я недавно общался. Он тоже где-то в Подмосковье живет, тоже там дом. Особо сейчас музыкой не занимается. Говорит, что типа больше бизнес, что-то такое. Но его тоже не видел я давно. Кремлидис? Да, да, Руслан Кремлидис. Ребят, у меня есть новость про Кремлидиса. Последнее, что я слышал от Кремлидиса, это то, что он перед Новым годом собирался пешком из Краснодара выдвигаться в Тибет. О, ломан носок. Ебать, он что-то курнул там, видимо. Ну да, или сон приснился. Понимаешь его смысл? Кстати, еще, ребята, я шел по Красной площади. В Москве, получается, была, это, наверное, зима, зима. Ну, ноябрь, то ли ноябрь, то ли уже декабрь, уже снежок падал. Я иду, получается, и сзади слышу знакомый голос. Подходит ко мне девушка, и это оказалось Диана Медякина. Представляете, она со своей мамой была. Коля, можно вопрос? А Диана Медякина еще кому-то денег должна? Ой, этого я не знаю, бро. Кстати, она же, по-моему, Айкосы продавать начала. У нее прикол такой, она Айкосы продает. Да, Айкосы продает, короче, вот. Ну, короче, я в шоке от того, что я ее видел. Она была с мамой или там с кем-то еще. Сказала, типа, живет там же у себя, так в Москву приезжает, надо почилить. Сказала, типа, как дела? Айкос не нужен? Нет, несколько. Да, да, она, я помню, грустила из-за того, что, кстати, вот она прозевала, говорила, в момент же. Что вот Хадеев ей говорил, там, не кури, все такое, значит, она прозевала этот момент. И из-за этого вроде как ее выгнали с песен. А в итоге потом она говорит, вообще я Айкосы теперь продаю. Я говорю, вот, правильно, не кури, я говорю. Бля, шутки шутками, но это пиздец. Слушай, да ну это нормально, каждому свое, главное принять свою судьбу. Я вон сижу там в колхозе, один, вообще ни с кем не общаюсь, один, ровно один. И я, наоборот, одиночество мне пошло на пользу. То есть я каждый день что-то творю, кайфую, делаю, неважно, где ты сейчас. А про Банк, если кто-то слышал, что-то я вообще его не вижу. Не в медиа просто, не в фотографии. Не знаю, не слышал, не видел давно, мне кажется, уже года 5-4, сколько прошло с того времени. Ну, четвертый год уже получается. Тоже Банк Энджерл тоже не видел ни разу. Аня как-то 2 года назад я писал, она отвечала, вроде готова была врываться в музыку, но потом я ее не видел много, но увидел, что она создала второй аккаунт, начала заниматься фотографиями, и теперь она фотограф, как я понял. Прикольно. Вот, поэтому она фотографирует сейчас. Путешествует, и, знаешь, в ВКонтакте как-то натыкался, вот, на ее эти какие-то там визуальные кайфы. Сережа, БЛС, давайте прощаться, пожалуйста. Давайте закругляться и ложиться спать. Смотри. Красава! Вот это ты, конечно, даешь, бро, вообще кайф. Как круто, что есть единомышленники в этом плане, потому что, ну, таких мало на самом деле. Плох начался, ребята, не о чем тут переживать. Вот, Серега, давай дальше вопросы, пока Макс еще в силе. Макс, если вам нужно идти, вас все равно не видно, идите. Я прекрасно понимаю, потому что эфир получился таким очень сумбурным, куча людей, грамм троит, мне пришлось переключаться на ноутбук, оно все глючит. Вот, не совсем так гладко все прошло, как хотелось бы. Кому кайф, у кого есть время оставаться, оставайтесь, сможем еще чуть-чуть потрындеть и позадаю вопросы. Вот, всех очень рад видеть в любом случае. Всех люблю, обнимаю, целую. Вам там нара найти ковчег и снять на нем клип, желаю. Кто остается? Всем пока, пока. Всем хорошего вечера. Пока-пока, котята. И когда свадьба уже, скажите? Будьте счастливы. Подожди, они что, встречаются? Они вместе? Бля, нахуй по-больному. Они просто вместе скалоладами занимаются. Они оба скалолады. Гуляют, гуляют. Марка, а ты бы спродюсировал? Что еще раз? В технику безопасности я в Краснодаре, но я в мае, то ли 20, то ли 21 мая у меня будет акустика в Москве. Вот. И в стереопипл буду с кайфом рад всех видеть и попить песни под гитарку, поорать, как в старые добрые. А, ну ништяк, да, можно будет, да, и там. Подсобраться, кто будет. Да, я, если квартиру поеду пересдавать в мае, если хату поеду пересдавать, обязательно зайду. Потому что у меня пока такие приключения, честно. Короче, ребят, я тоже погнал. Плов не ждет. Всех был рад видеть. Всем, кто смотрели нас, всем, кто... Хаба, спасибо тебе. Очень классный прямой эфир, мне очень понравилось, и надеюсь, будем еще так собираться. Хаба, удачи тебе, удачи, всех тебе кайфов. Подожди, Хаба, за кого топишь в этой игре? За Мавс или за Джаст? Не, я за Даллас, бро. Я тоже. Они сейчас без Дончича играют, думаю, что... Я тоже расстроен, что они без Дончича играют. Пиздец, блядь, травма. Ну ладно, это потом. Да-да-да. Все, всем пока, ребят, пока. Удачи, мужик. Пока, Хаба. Там самые стойкие. Марка, ты будешь продюсировать? Что продюсировать? Трек участников песен. Лучший самый в мире. Лонг Дмикс. Кайфом, вообще. Давай сделаем. О чем это будет песня? Как продюсер. Давай сделаем пиздатый трек. Давай сделаем песню. Знаешь, как назовем? Слушай, у меня... Сейчас, у меня так... В последнее время, типа, я пишу музло, и мне скучно, блин, останавливаться на одном и том же звуке, мелодии и так далее. И у меня трек там от самого начала до конца меняется, блин. Понимаешь, не курортно? Да-да-да. В рамках одного трека это даже слишком. Вот. Но, типа, если делать лонг микс, что, если реально сделать большой лонг микс? И одно в другое будет перетекать. Там от каждого 400... Как открывашки делали, понял? Только что они такое. Да-да-да. Да-да-да. Сейчас кайфом, конечно. Ну, как раз меняющиеся жанрики какие-то. Но в целом в одном, там, не знаю, припев так, чтобы стилистически был, ну, знаешь, общий. Я бы, знаешь, что делал? Реально, если вот так задуматься, то прикольно можно сделать просто что именно название песни... Песни. Именно название. Че далеко ходить. И как бы... И просто... Название песни не преследуется по авторскому праву. Ну да. Но это же не песни на ТНТ, типа, знаешь, там, ну... Это просто будет через запятую артисты, а через ТРЭП, ну, песни, типа, которые ты называешь. Соответственно, это как маркетинговый ход. И с точки зрения тоже как ход того, что можно рассказать очень многое. То есть про песни, про музыку, про творчество. Там полет будет шире. Как бы нет какой-то, знаешь, там, рамки. Это сделать в стиле открывашек, как мы делали реально. Я бы вообще сделал, знаешь как, вот честно, не такой лонг-микс. Типа не на 10 минут, пиздец, да, устраивать, а реально можно в 3 минуты служить как открывашка в 3 минуты. Как мы делали на открывашках, там, по 2, по 3 строчки, по 4 квадратика, там, знаешь, условных каких-то. И разъебать конкретно песни, которые будут действительно классные. Можно и так сделать. Можно, конечно, и лонг-микс, где у каждого хуя себе куплет и 10 минут все будут сидеть ждать. Замыкая круг. Ну, ты спроси у своих подписчиков, какой бы они больше трек хотели. У тебя просто большая активная сейчас аудитория. Например, как лучше сделать, сделать какую-то песню, которая могла бы стать потенциальным даже хитом, да, совместной, там, по пару строчек, условно, да, 3 минуты песня. Или сделать лонг-микс, который будет с точки зрения творческого просто настроения. А давай вот прям... Ребята, вы прям сейчас в чат можете написать, как вы думаете, что было бы прикольнее. Лонг-микс или, может быть, EP, сборник, или один вот... У меня, знаешь, что, Серега, у меня однажды когда-то давно была, ну, крутая идея, мысль, но я ее что-то упустил и потерял, потому что вроде как это все не актуально было в плане сборников. Я хотел сделать сборник, выпустить песен, типа... Я даже это в последний день, по-моему, реалити-шоу говорил, о том, что я хотел сделать сборник, да, и кто сейчас смотрел, тот не даст соврать. Но это как-то все улетучилось. Ну, вот, в принципе, если идею оживить, да, и как-то сделать классный сборник песен, как, знаешь, как плейлист, или как сейчас это делать, правильно? Я не знаю, раньше на дисках выпускали сборники, сейчас такое делают вообще, практикуют? Я не видел. Нет. Вариус артист есть такая история? Да, да, да. Ну, альбомы, да, альбомы, где много артистов. Ну, вот, короче, можно, типа, сделать какое-то, набрать каждого песню, сделать под эгидой какой-то такой прикольный даже. Можно с ребятами поговорить даже с ТНТшниками, с Камеди. Может, им будет интересно какая-то, какой-то движняк, не знаю. Потому что периодически они же нет-нет, какие-то идеи были. Помнишь, вот в прошлом или позапрошлом году мы все вместе делали этот тоже трек, как в лунг-микс «Люби меня люби». Да, было дело. Какие-то периодические моменты, что-то нет-нет, да, возникает. Короче, тут вопрос именно того, что насколько это интересно людям, насколько это вообще актуально, понимаешь, насколько это сейчас, ну, вообще самим нам кажется. каким делать. Да, здесь главный вопрос, это насколько в кайф нам самим это сделать. Не всегда в кайф, я всегда это говорю. Мне кажется, можно было бы прикольно организовать и проработать реально какой-то, может быть, даже релиз с определенными там целями, может быть, какой-то идеей, задачей, продуманной. Не просто там сборник, солянка, да, а вот грамотно сделанный от Various Artists. пиздец, сколько это работает. Ну, типа, знаешь, под каждую личность подогнать, вот ты спрашивал про впечатление на песни, под каждую личность подогнать может какую-то маленькую поэтическую историю, там, несколько строчек, знаешь, на какую-то уже известную и протащить, протащить как историю песен, знаешь, ну, это я со своей оторванной. Я бы, я бы, да, я бы вообще, в принципе, не делал, ну, как, не завязывался прям на песни, песни, типа шоу, просто сейчас все как бы, все совершенно независимые артисты, да, прошло уже столько времени с шоу, у каждого большой путь проделаны после, и, но при этом мы все продолжаем, ну, не все, но многие продолжают общаться. Кстати, вот Никита Джеймар, он писал, ну, я себе списался, куда он отвалился, он, у него связь очень плохая, он говорит, даже аудиозвука нету, поэтому он вывалился из эфира. Вот, но тем не менее, мы продолжаем общаться, продолжаем дружить, и почему вместе что-то вот, я бы Марку доверил, продюсирование этого дела. Смотри, знаешь, что еще какая-то идея? Вот ты правильно говоришь. Продюсирование, сейчас я говорю, продюсирование, не то, что сейчас Марка нагрузит написанием 20 писем, да, то есть у кого-то что-то готовое может быть, у кого-то что-то еще, просто продюсирует направление в нужное русло, скорее такое. Вот, и сделать классный альбом, где просто подарить людям интересные, хорошие песни. Да. Вот я вот за эту идею тоже, мне вот кажется, что очень классная идея, могла бы быть там условно 10-12 песен собрать, где-то кто-то свитует, где-то кто-то не свитует, где-то какая-то сольная песня. Свету. Ну, типа... Меня опять не позовут, как обычно. Да не, почему? Действительно, в творческом порыве можно все очень круто сделать, почему не позовут? Позвать можно всех и сделать классно, реализовать классно. Вопрос же сейчас просто, где кто как находится, чтобы записать. У кого-то не достать, кто-то там находится непонятно где, кто-то приезжает в Москву, кто-то не приезжает в Москву, кто-то на студии, кто-то не на студии. Ну, я... Технический вопрос, мне кажется, разобраться с этим не проблема. Я не про технический вопрос, я про вопрос существования душ и тел локационно, да, и ты же знаешь, как у нас сложно всех собрать. Ну, типа, один купол, да, под которым... Ну, мне кажется, ты знаешь, главное было бы желание. То есть это вопрос решаемый. Вот. Да, не хочу бы это все привязывать, знаешь, там, песни-песни, какая-то ретроспектива, блин. Все прокачались. Все прокачались творчески, технически с тех времен. Вот. И мне кажется, это нужно показать и... просто сделать хорошего музла. Драгни, ты что думаешь? Да мне тут свобода пишет, бухать зовет, блядь. Так он на рарате. Знаешь, что было интересно? Было интересно, когда группа 25-17 сделали типа альбомы, но только их песни перепевали другие артисты, все остальные. Ну, типа, есть песня, грубо говоря, «Жду чудо» у 25-17. И там группа «Анакондос», например, принимает участие и поет песню «Жду чудо». И так вот альбом выпускается из разных артистов. Просто как мысль, вот на фоне того, о чем вы говорили, такая мысль у меня появилась. Может быть, песня по песне. Еще раз? Перепеть песню 25-17 предлагаешь? Ну нет, представляешь, ты поешь снимки в своем стиле со своей аранжировкой, а я пою на вылет, блядь, по-своему, под гитару. Это классная идея. Я смотри, ну знаешь, в чем суть сложности всего этого? Что половина из всех артистов находится в каких-то рамках контрактов и практически с точки зрения правообладания это нереально невозможно реализовать. Вот что нас губит всех в таких творческих каких-то идеях. Да, я за идею, а не за... Это классная идея. Серега, Если бы это, например, было бы, знаешь, там трибют условный тебе, да, и твои песни перепевать, вообще базара нет, ты проводал, все, все сделали. Или там трибют Сереги Пилоси или еще что-то. А если вот это то, что ты говоришь, взаимообмен, там условно... Ну это достойно разговора. Мне кажется, сразу же табу не поставят. Можно сказать, что есть такая идея, если она вдруг окажется полезной по мнению тех, кто отвечает за права тех, кто может запрещать. А зачем? Я говорю, а зачем, почему не сделать новой музыки, новых песен? Зачем говорят то, что есть? Зачем вот это переделывать? Ну ты и так дохуя музыки хватит. Расскажи это людям у меня в чате, которые каждый день пишут. Я бы тоже новое ебанул. Я просто ебанул. Новое. Смотри, знаешь, как я Серега бы сделал? Чисто вот мое видение, например, этой компиляции. Я бы вот сделал, как получится, в плане, как я и говорил, кто-то у кого-то с кем-то фит, кто более-менее друг с другом, знаешь, там сходится или какие-то там есть. У кого-то сольная песня. И я бы сделал два трека полноценных, больших. Один лонг микс какой-то и один короткий, то, о чем я говорю. Как раз в этой компиляции были бы вот какие-то такие между собочки. Такое в свое время практиковали, помню, даже, по-моему, в русском рэпе какие-то такие, хип-хопы какие-то, помнишь, были? Как эти релизы назывались? Я сейчас не вспомню. Сборки, короче, раньше были, и так же они делали. Либо они вместе фитовали, либо они что-то по отдельности. Ну, короче, в целом, представь себе, 13-14 песен, два из них лонг микс, один там в конце лонг микс на 10 минут у каждого по куплету, один из них трек, где по строчке, но зато классный, который может везде разойтись. Просто из-за того, что там столько имен будет классных, и прикинь, какая аудитория широко может увидеть. Ну, на одном фите через запятую пиздец, типа, людей. Вот. И потом дальше там какие-то условные, не знаю, треки, там Мак Свобода с Кристиной, но они, типа, вместе делают там. Там еще какие-то фиты Ваш там с Драгни, еще какой-то. Где-то кого-то переплетать, где-то сольный какой-то. И вот как-то спродюсировать. Я бы взялся, но тут проблема, знаешь, в чем? В ответственности 90% персонажей, как бы, всех. Вот в чем вопрос. Ну да, это нужно обсудить еще раз. Серега, о чем тут говорить? Я же затеял альбом, типа, мой 2007, где я с кумирами юности. Да, да, да. Там вроде бы казалось, что взрослые ответственные люди, но, блядь, за полгода я смог достучаться только там до Карандаша, до Дина из Триады, до Лок Дога, и то все. Он больше не будет записывать типа со мной эту песню, хотя куплет уже написан. Маргулис, я сделал трек с Маргулисом, такие вот вводные. Получилось, что Маргулис самый ответственный. Просто подъехал, типа, чувак заехал, записал свой куплет и уехал. А достать вообще, ну, нереально никого. У меня там вся доска была исписана людьми, которых я хотел как-то достать и найти. Но, типа, это правда сложно, когда речь идет о таком. Это как, знаешь, с детском... Это как в детском лагере, когда все разъезжаются с лагеря и говорят, бля, мы будем видеться потом, пиздец. Каждый день будем созваниваться. И сейчас это все в виду. Но я как пессимист в этом случае выступаю. Но это как раз про ответственность. Ну, с артистами, да, сложно. Ну, здесь, блин, это если мы завязываемся на какой-то конкретный спис, то да. А если просто вот люди, которым в кайф в этом принять участие, я об этом говорю. Ну, вот, типа, происходит уставка, какие-то у кого-то на студии засиделись, органично завязалась песня «Бац Гоу». Бля, и поэтому Жаком, «Битр, Родион» выходит здесь просто одна, блядь. Что? Я вот всегда пробежуху, но я до сих пор помню, что Марк мне сказал, что я проф непригоден. Поэтому я как бы... А тебе сказал, что ты проф непригоден? Я тебе сказал, что ты проф непригоден? Да, говорит, ты Зелимхан, говорит, я ну... Ты Зелимхан, но песню никогда писать не сможешь. Ты даже силовой нет, у тебя духа нет, духом славы. Не знаю, не помню, ты профи. Что-то ты путаешь. Я мог сказать, что ты неадекватен в моменте, а не проф непригоден, что в плане ты не ответственный. Извините, пожалуйста, таланта тебе никто не умолял, то есть ты талантливый и отличный артист. Я просто на голову, ёбн ты. Ну, у меня другой разговор уже, блядь. Ты неадекватен в моменте, и после этого Родион выпускает песню «Я в моменте, неадекватен, но только какому заметил». Правильно, Драгник. Главное рассмотреть маркетинговый здесь потенциал. Женя Майер подключилась, Серёга, подключи к нам. Серьёзно? Давай, давай. Ой, 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 ой. Вот, ребят. Погнали. Алло, тут спит. А он занят по времени. Он сначала такой «да-да», говорит, сейчас уточню по времени, а потом, блин, не получается именно по времени. Женечка, Женечка, включись. 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 Я включил Женю, надеюсь, она теперь нажми микрофончик и камеру и подключится. Слушает PLC. Он. Говори, Женя. и ушел и убежал у нас все хорошо у кого-то остались только драгни, Марк и Родион а что все так быстро разбежались, хотя полтора часа я пыталась зайти очень быстро Жень, что у тебя, чем ты занимаешься? сейчас, подожди, Жень, у кого-то эхо замьют микрофоны? я отключу микрофоны, пацаны, отключите микрофоны у меня нет но, Родичка, замьют ну ладно, ну как Женечка ну как у тебя дела? нормальные дела ну, больше, конечно, так по спокойному, по семейному я не скажу, что по спокойному потому что все ситуации, в которых мы оказались за последние два года это просто какой-то трэш, как мне кажется для творческих людей особенно этот коронавирус переносы концертов постоянные потом это война сейчас тоже нам все не на руку ни альбом, ни ничего не выставить песни тоже особо сейчас никому не нужны но альбом я записала о, круто о, круто молодчина вот это классные новости поздравления альбом альбом записала но о, гаишники просто проехали я их боюсь очень я реально их боюсь у меня как какой-то записала альбом но по поводу выпуска сейчас пока думаем когда выпускать вот очень с кем ты сработаешь по продюсированию? интересное звучание ну сейчас самостоятельно а что со звучанием? а это будет что-то такое в стиле агутин и чумаков вот такая вот история стиль фирма да типа этническая с джазовыми аккордами такая музыка ну вот по типу чумакова только вот в женском стиле я думаю что у нас нет стати на гитаре учат ты пишешь как чумаков мы стареем ну там красивая очень музыка прям шикарная немножко этническая ну потому что я сама же этническая такая вот что-то в цыганском стиле даже есть где-то это Ромала Ромала вот потом сейчас пока это все сведение происходит вся эта история вот ну в общем как только будет возможность сразу дам вам послушать присылай присылай какой у тебя самый яркий момент в башне в башне запомнился запомнился да там вообще все все было ярко все было ярко все было классно ну наверное когда меня камерой ударили это это было да это было самое такое когда я вот поехала в больницу то вы то просто это же не показывали вас то не было рядом чего я там насмотрелась тоже в больнице в этой в травмпункт первый раз меня повезли там вообще просто был кошмар и потом я поехала в башню вот это вот сочетание государственной больницы и потом приезжаешь в башню камеры на тебя бегут это конечно так было запоминающееся для меня классно классно ярко слушай а ты сейчас рукой случайно микрофон не прикрываешь а то там эхо сильно вот как нибудь вот так нет раз раз а все равно эхо идет так и что когда ты планируешь выпускать что то вот сейчас пока думаем но я очень надеюсь на летний период времени что вот летом уже очень надеюсь но я думаю что получится к лету здорово а где ты сейчас находишься я сейчас сижу в машине возле дома подруга в каком городе я имею ввиду ааааа я думала ты говоришь где сейчас именно сейчас в москве классно классно с доченькой все хорошо да все хорошо аааааа аааааа а ты где я дома в краснодаре в студии вот сижу у себя в мае приеду будет апустика приходи в гости о круто обязательно приду а ты вроде где живешь аааа я живу с мамой у меня все хорошо блять даже пластины ничего не поменялось ха 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 я живу с мамой у меня все хорошо то есть мое социальное дно оно всегда станет вот но маме нужна поддержка и я решил что вот знаешь кто-то находит мужей кто-то влюбляется а я как ни в кого не влюбился не подумал как бы все у меня хорошо уже как-то устал от может быть от движухи какой-то да и маме нужна помощь понимаешь я за ней присматриваю как бы не очень нет возраст поэтому то такая но это мой единственный любимый и настоящий друг понимаешь то есть за всю мою жизнь хоть я вас всех очень люблю союнь но вы сами понимаете что мама и можно ради нее и карьерой пожертвовать и вообще всем не знаю вот еще ради камера 5 а то есть ты получается ничего сейчас не пишешь не записываешь вообще нет много пишу много пишу причем старательно не делаю альтернативу какую-то хотя с нее начал сейчас более джаз фанк ну как сказать никакой не джаз пол больше r&b вот рассчитывая на свой вокал сам себя записываю сам делаю обложки себе фотошопе и в этом да мне одиночество пошло на пользу но Женя я помню что я тебе должен коробку от роликса но я тебе так и не ответил да ты не понимаешь как мне она нужна родя правда я ее потерял я ее потерял какие тут у вас эти самые страсти интересные то есть когда я пойду в худшие времена своей жизни не сдавать в ломбард роликса она будет без коробки они будут блин Жень я ее клянусь потерял и я и я не знал что тебе ответить честно и я помню что ты мне писала а я такой а мне стыдно а коробки нет стойте а может за полвитра где-то ее это самое того Женя секунду Жень а ты случайно не через громкую связь слушаешь ну я не думаю не через через акустику в машине в машине просто с телефона да а то эхо дикое какое-то акушники давай блютуз отключу вот так лучше будет раз 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 два три слушай Серега вообще когда ты говоришь эхо когда Женя говорит эхо нет вот если Женя когда ты говоришь тоже эхо а когда я говорю нет нет говорю говори говори тогда говори ну вот и говори рассказывай да сука ну родичка спасибо что ты хоть признался честно я теперь буду знать что я без коробки и надежды у меня не будет никакой Женя не расстраивайся все магазины все равно фирменные закрыты так что никуда и нигде не поменяешь а вылететь тоже в принципе в Европу невозможно поэтому какая разница ну да согласна с тобой я просто думала что в худшие времена я смогу в ломбард хотя бы отдать ну с коробкой задороже примут ты лучше эти самые капитанки какие-нибудь найди а то эти иностранные нам уже никому тут в России не нужны согласна сейчас же санкции как мой друг говорит санкции и сранкции так что вот Жень Жень ты не поспоришь обратите на меня внимание Драгни привет Драгни да Жень у тебя есть наушники? наушники? а нету а как ты оказался в машине? это и на Жене фанит потому что раз таки не фанит у того кто и заходится ну то есть Женя заводится мне нравится Жень Жень у меня есть коробка из под Мака из под Мак М1 может быть подойдет Жень Жень попробуй еще раз подключиться и включи там там может есть галочка шумоподавления или что-нибудь такое я в ваш эфир пыталась полтора часа зайти блять какая галочка шумоподавления давай попробуй еще раз чтобы это не было вот такая коробка с бельем утягиваешь мне сразу захотелось снова заселиться с вами куда-нибудь ага в этот раз точно было бы веселее уже все все поняли о себе про себя о каждом уже помутрили поумнели цели поставили я уверена поэтому было бы прикольнее в этот раз ну а 4 года прошло переподключись пожалуйста еще раз Ни хуя непонятно да переподключиться да 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 ну все сейчас переподключусь хоп и сразу ага извиня не перебил я говорю хоп и сразу эхо пропало я же говорил кстати знаете чем нету а нет есть поделиться хотел что кстати песни вот для меня лично стали тоже переломным моментом потому что я что-то такого в жизни хотел да вот для меня это был период когда я получил ту самую славу да то самое то что я именно мечтал увидел это с разных сторон и вот действительно для меня это стало взрослением о может кто-то подключился просто да у нас есть еще один участник который был песни на отборе но у нас еще долбанное эхо 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 так секунду подожди раз есть эхо нет эхо у Родиона нет эхо антон привет секунду мы сейчас надо пытаемся разобраться с эхо так нет эхо я все нет эхо я себе тоже на мед нажал так 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 эхо и Антона нет эхо я Антон так Антон куда ты делся вот Антон allow to speak алло алло да да я тут привет тебе надо включить видео салют мужик как дела я тебя слышно меня видно да тебя слышно видно как твои дела нам рассказали что ты подписался на rava music да 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 как это он пришел какие какие что тебя ожидает когда релизы ну мой друг продюсер этого лейбера вы не позвали грамотно уважительно так работали да вот уже полтора часа это обсуждаем это всех достали мы достали много людей ну чуть почти у тебя что когда будет музло когда будет музло я имею дуну новая ага здорово и чё как работать прикольно круто круто если чем этот с маркой обсуждаем что будем делать возможно сборник если что залетишь что сделать не слышу мы с маркой обсуждаем что возможно будем делать сборник я хочу напомнить кто не въехал антон был участником первого сезона в отборах до в отборах не дошел до башен сейчас вот стрельнул залетел на raw music работает и так далее кстати очень много если к которые не дошли до башен сейчас хорошо стреляют тот же не лето например да вот тебя слышу тебя слышу вижу на площадках одно время слышал драгни очень круто работаем работы родиона слышу слышал 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 не слышал на песнях ты занял такое такое место в сердцах людей много кто говорила дороги когда это самая девочка кому-то оставлю свой свой телек давай мы спишем с тобой пообщаемся может свидимся тогда либо у нас на студии либо у вас где-то решить всех обнял всех рад видеть связь давай хоп эхо пропало опа эхо пропало да я же шарю просто у нас квартир вот ладно ребят мне нужно на самом деле уже закругляться самому спасибо вам большое за ваше время за ваше внимание сорян за вот эти все глюки которые были поначалу и продолжались все таки телеграм не самая удобная площадка для для стримов такого рода тем более на такое количество людей вот буду исправляться марка 2 замутим с тобой этот подкаст какой-нибудь про состояние музыки микрофон у него выключен микрофон вот я конечно тут просто видите но я во благо людей общество закрываю микрофон начинаю говорить говорится говорил в пустоту давай с кайфом серёга как у тебя там чего по времени давайте решать вот все всем спасибо всех обнял увидимся большое за коннект давай серёжка женичка поцелую тебе будьте счастливы